В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Сергей Стерненко вновь под арестом. На этот раз под домашним. Накануне суд принял соответствующее решение. Бывшего лидера одесских правосеков обвиняют в пособничестве сбыта наркотиков. Сам активист считает, что правоохранители преследуют его из-за участия в акции в горсаду. Теперь Стерненко должен круглосуточно находиться дома в течение 60 суток. Это просто вздохновение над украинской судовой системой, которая демонстрирует сегодня судья Тонконоженко. Однозначно мы будем оскарживать это решение в апелляции. Это даже не обговорится. Кроме того, я буду писать соответствующую заявку на высшую раду правосудия с метою притягнения судья Тонконоженко до дисциплинарной ответственности. Тем временем Малиновский суд объявил о поиске перевозчика с азербайджанского языка. Без соответствующего специалиста невозможно продолжать суд по делу убийства чемпиона Европы по тайбоксу Сергея Лащенко. Судебный процесс длится уже три с половиной года. Подозреваемого Бабека Дамира Глыгасанова в Одессу из России экстрадировали в феврале 2017 года. Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины обратился в посольство Азербайджана. Кроме того, прокуратура Одесской области отправила соответствующие запросы в университет имени Мечникова и педагогический университет. На сегодня мы, на жаль, также не продвинулись в связи с тем, что нет перекладача, не дошли ответы от территориального управления судовой администрации, что они лишь распорядниками денег и что обязательство найти перекладача – это лишь обязательство суду. Было надано список бюро перекладов, которые могут дать перекладачи, однако секретарь связывался с ними, у них нет перекладача за азербайджанскую язык. В апреле 2015 года на территории еврейской больницы Сергей Лащенко получил смертельное огнестрельное ранение в сонную артерию. Следующее заседание состоится 21 декабря. В Одессе 51-летний мужчина убил собственного сына. Началось все с того, что родственники отмечали 28-летие последнего. День рождения закончился трагедией. Оба участника застолья изрядно приняли на грудь. Когда между ними возник конфликт, переросший в драку, отец схватил со стола нож и нанес многочисленные ранения своему сыну. Именинник скончался на месте. О случившемся сразу узнали соседи и вызвали полицию. Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». «Все политическое. Порошенко не прав. Некоторые проблемы, я говорю, да некоторые проблемы правы. Було установлено, что в одних из квартир будинка, что расположен на территории Приморского района, працівники полиции, выявили тело убитого 28-летнего человека, а также следы злочину у квартиры. Порядь с этим полицейский младрязов был затриман и сам убитился. Ним выявился 51-летний отец убитого. В видимости за указанным фактом внесены до единого реестру досудовых расследований за статтею 115 ККУ, а именно убитого. На теперешний час правопорушника затримано в порядку статте 208 ККУ. В Одессе сорвался концерт группы «Энигма». Музыканты с часовым опозданием вышли на сцену, а вокалист Эндрю Дональд заявил, что выступление отменяется. Организаторы не выполнили требований технического райдера, хотя «Энигма» привезла с собой всю необходимую аппаратуру. Артисты сказали пару слов зрителям, после чего коллектив покинул сцену. Концерту группы почему-то не предшествовала массированная рекламная кампания. Афиш на улицах города практически не было. И по состоянию на 13 декабря была продана только половина билетов. За сорванный концерт людям деньги так и не вернули. Кроме того, советник начальника областной полиции Руслан Форостяк сообщил, что организаторы концерта могут привлечь к уголовной ответственности за мошенничество. Больше шести часов понадобилось депутатам Горсовета, чтобы утвердить около 70 вопросов повестки дня. Главное достижение избранников – принятый бюджет города на 2018 год. Доходная часть бюджета составит более 8 миллиардов гривен. Образовательная субвенция увеличится на 15%. До 903 миллионов гривен, а медицинская сократится на 21%. В связи с реформой системы здравоохранения. Не забыли о уже традиционных депозитах. 700 миллионов гривен временно свободных средств отправится на счета банков. Еще 85 миллионов гривен компенсации за оказанные услуги депутаты выделили предприятию теплоснабжения города Одессы. Собота депутатов добралась и до котов. 46 голосов за защиту четвероногих от жестокого обращения. Там один из пунктов предписывает всем управляющим компаниям всех форм собственности в Одессе, рекомендует, прежде чем, допустим, вы знаете, что многие многоквартирные дома заколачивают вентиляционные окна на зиму, там остаются внутри коты, и это приводит к как раз вот это и есть жестокое обращение. То есть мы урегулировали этот вопрос, урегулировали вопрос выделения денег на стерилизацию и вакцинацию. Обратили внимание депутаты и на проблему проектов общественного бюджета, и к ним обратились горожане, участники онлайн-голосования, и пожаловались на то, что их данные используются в других проектах. А вот по сухому закону Одесситам жить пока не суждено. 34 голоса за и решение ограничить в магазинах продажу алкоголя и полный запрет его реализации в МАФах принято. Но в юрдепартаменте говорят, что такое решение незаконно. Решение содержит в себе запрет в осуществлении хозяйственной деятельности. Это регуляторный акт однозначно. Регуляторный акт, все мы знаем, какую должен проходить процедуру. В частности, общественных слушаний, обязательно общественных слушаний. И самое главное, получение положительного заключения от государственного регуляторного органа, который анализирует такой акт, во-первых, дает ответ на вопрос, может ли орган местного самоуправления в принципе принимать подобные акты. В полномочиях ли органы местного самоуправления такие акты, а также проверяет законность процедуры проведения общественных слушаний. Юрдепартамент будет рекомендовать мэру не подписывать принятые депутатами решения. Обзавелся Горсовет и двумя новыми подразделениями. Созданы департамент аналитики, коммунальное учреждение, муниципальная стража, которая займется исключительно охраной объектов Горсовета. Также Горсовет поручил Управление земельных ресурсов определить целевое назначение территории Зеленого театра, чтобы уберечь его от застройки. Никаких увеличений границ, закреплений, ничего, речь об этом не идет. Мы хотим, чтобы одесситы четко понимали, депутаты одесситы, что Зеленый театр, на территории Зеленого театра будет находиться, будет находиться, извини, с автологией, Зеленый театр с целевым назначением, поиспользованию. И ничего меняться не будет, и строиться ничего не будет. Вот наша какая цель была. Депутаты Украинской морской партии назвали прошедшую сессию продуктивной. Решались очень важные, я бы сказала, жизнеобразующие вопросы на 2018 год. Это, безусловно, бюджет 2018 года. Это, безусловно, программа социальной помощи незащищенным одесситам. Это, безусловно, программа здоровья. Я хочу подчеркнуть, что нашей фракции активно разрабатывалась и поддерживалась аспект программы здоровья – это три ургентных дня. Это когда одессит попадает по скорой помощи в больницу, в течение трех дней медикаменты предоставляются бесплатно. Также программа поддержки социально незащищенных слоев населения – это те аспекты увеличения выплаты ветеранам войны, которые также вносились в Украинскую морскую партию. И аспект увеличения выплат за тепло, так сказать, муниципальной помощи, за тепло пенсионерам, у которых минимальная пенсия. Небольшой митинг прошел перед очередной сессией Горсовета. В мероприятии приняло участие несколько десятков активистов. Журналистов и правоохранителей, которые обеспечивали порядок на Думской площади, было значительно больше, чем протестующих. Инициативную группу общественников пропустили в сессионный зал, а на улице остались те, кто якобы захотел получить вознаграждение за протест. Причем некоторые даже и не знали, за что именно стояли возле Горсовета. Вот я подошел обсудить, узнать, здесь это или нет. Что тебе предложили сейчас? 200 гривен, но два часа стоять с блокадами против сноса оперного театра или летнего лагеря. А что? И сколько вас уже собралось? Расскажи, с кем ты пришел? Ну, он с друзьями. Ну, вы же одесситы, вы же должны знать, как правильно должны разбирать оперный театр. Ну, честно, мне мама как-то рассказывала, но я ее уже не помню. С фундаментами речи, наверное. Ну, по-моему, да. Как бы снизу идут, а потом уже все остальное. В обл. госадминистрации отчитались о результатах внеплановой проверки образовательных учреждений касательно противопожарной безопасности. Всего проверили более полутора тысяч объектов. Помимо этого, в администрации анонсировали разработку комплекса программ для предотвращения в будущем случаев возгорания учебных заведений. Для этого в областном бюджете заложили дополнительные 111 миллионов гривен. Я хочу отметить, что из-за той трагедии, яка сталася у нас в лагере Виктория, где загинуло трое детей, Одесская область должна сделать все, и мы с вами должны сделать все. И даже теоретично, мы больше не ховали наши люди, чтобы у нас даже не было такой пункты. Я хочу, чтобы Одесская область была заоскована, в хорошем смысле этого слова. Чтобы все безвыключенные объекты были забезпечены заходами против пожарного реакования. Несмотря на то, что в апреле 2018 года Одесса не примет юношеский чемпионат мира по хоккею, работы по реконструкции Дворца спорта продолжаются. Ремонтные бригады осваивают деньги, выделенные областным советом. Это порядка 11 миллионов гривен. В следующем году эту сумму увеличат на 30 миллионов гривен. На завершающей стадии работы по приведению в порядок крыши купола демонстрационного зала начаты работы по ремонту четырех подвальных санузлов, освещения зала и кармана для ледоуборочного комбайна. Кровля купола демонстрационного зала делается современной технологией, современными материалами. Это ПВХ-мембрана, это материал компании Технониколь, гарантийный срок которого до 15-20 лет. То есть это замечательная технология, далеко ушедшая вперед от, скажем так, обычных рубероидов. Руководство Дворца спорта подчеркивает, что на период ремонтных работ ни одна спортивная секция занятий и тренировки не прекращает. Фигуристы и хоккеисты занимаются в основном в демонстрационном зале. В малых залах по плану тренируются каратисты и самбисты. На базе Одесского Дворца спорта работает федерация фигурного катания на коньках областная, областная федерация хоккея, областная федерация по карате, ассоциация, спортивная ассоциация самба, спортивная федерация по бодибилдингу и фитнесу. И все работы, проводимые по капитальному ремонту, продуманы так, чтобы максимально не останавливать работу этих федераций. В самообороне Одессы сменилось руководство. 10 декабря на очередных сборах две трети голосов активисты отдали за Валерия Нечвинова. Он говорит, в будущем организация будет акцентировать свое внимание на милитаризации. Кроме того, организация планирует помогать обществу бороться с коррупцией. Мы немного размылись по задачам в последнее время. Очень активно занимались политической деятельностью. Наверное, это было не совсем удачное направление, на которое мы тратили время и ресурс. То есть сейчас мы бы хотели, и мы так здесь делаем, акцентировать внимание все-таки на милитарной стороне, то есть подготовка резервной армии, обучение и дообучение добробатов, которые до сих пор, как вы знаете, находятся на линии фронта. Одесситы почтили память ликвидатора впоследствии аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Горожане, чиновники и сами участники тех событий собрались возле памятника на Александровском проспекте. Они возложили цветы, а ликвидаторы поделились воспоминаниями о той страшной трагедии. Там никто не думал, была поставлена задача, ее надо было решить. Все, никто ничего не думал, что там будет потом, что как. Работали, пришли, работали. Ну что еще остается делать? Кто будет, если не мы? В этот день главное помнить, чтобы больше не повторилось такого. Чернобыльцы два раза в год собираются здесь, возле этого памятника, возлагаем цветы. Первый, 26 апреля, это день Чернобыльской катастрофы. Сегодня, 14 декабря, это день ликвидатора, день чествования ликвидаторов. Как возник этот день? Это 86-й год. 14 декабря закончили строительство саркофага. Это день, как праздник победы над Атомом. Сегодня для Украины этот день нужно помнить, потому что та беда, которая была для страны тогда, она велика. И сегодня мы отчуваем ее наслитки. Отверто я скажу, я и сам особенно участник ликвидации 86-го року, знакомый с большими товарищами, побратимами. Больших уже нет, но мы должны про них помнить. Дымящая «Жигули» из-за ДТП под мостом в районе Пригородной улицы. Подъехав ближе к месту ЧП, съемочная группа репортера выяснила, что, к счастью, это не настоящая авария, а спецэффекты, используемые во время съемок клипа известных одесских блогеров из MD Production – Андрея Немадрука и Никиты Козырева. Их канал на ютубе уже насчитывает более полутора миллионов подписчиков, а пародии голосами мультяшных героев, политиков и других известных личностей собирают более 10 миллионов просмотров. Сейчас в блогере снимают ремейк клипы известного российского рэпера Оксимирона. Это помидорчик. Я играю, получается, как меня зовут? Тебя зовут Абдул. Ты продавец на рынке, который торгует помидорами. Да, и со мной беда большая случилась. Я на своей «Ладе» от «Жигули» вмазываюсь в дорогущую машину. В «Широле Камара». Да. Вот она там стоит. И приходится как-то изворачиваться, выкручиваться, чтобы что-то предпринять. Но я не буду спойлерить, чтобы зрители посмотрели клип и обалдели с нашего продакшена. Около двух лет, да, снимаем вместе видео, и вот очень много чего пришлось пережить. И по гриму, и по костюмам, и по локациям. Последний видос, мы делали пародию на песню «Если ты меня не любишь» голосами кинозлодеев, и мы сделали 18 персонажей за один день. Вот, это там «Ано», «Фрейди Крюгер» и так далее. Да, очень. Можно было высидеть на гриме и потом отдирать от себя лысины, которые клеются на волосах. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня забудешь, то я в ответ. С тобой не могу найти контроль теперь. Домой я отправлю свою любовь трезветь. Не стоит, это слух, я не такой, ты верь. Но порой эти скуки ломятся в дверь. Главную елку Одессы на Думской площади начнут устанавливать 16 декабря и представят публики на следующей неделе во вторник. Высота зеленой красавицы составит 20 метров, ширина 9 метров. Украсят елку более 4000 метров разноцветных гирлянд и более 100 тысяч светодиодных фонарей. И у нас есть определенная традиция, что каждый год наша любимая елка меняет свой дизайн. И все эти годы это было городской достопримечательностью, новогодние праздники. И в соцсети, инстаграм, фейсбук были переполнены фотографиями с нашей замечательной елочкой. И в этом году мы тоже порадуем одесситов новым дизайном. Это будет сюрприз, это будет что-то новое и интересное. И я предлагаю всем прийти, всем сделать вот эту фотографию. Тем временем на Дерибасовской уже установили 15-метровую живую елку. Также напротив горсаду установили сверкающую конструкцию, состоящую из кареты, запряженную шестью рождественскими оленями. Кроме того, главная улица города сверкает праздничной иллюминацией. Очень красиво, празднично. Снега не хватает. Красиво сделали, все светится. Так классно. Ну, вот замечательно на самом деле. Олень, все горит красиво так. Как будто в сказку попал прям. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...